Представим на секунду, что Роджерс и его жена укокошились старушку. Что из этого следует? Они радовали, что удачно обтяпали дельца и чувствовали себя в полной безопасности. Нет, мне кажется, миссис Роджерс никогда себя не чувствовал в полной безопасности. Может, оно и так. Но они были уверены, что им ничего не угрожает. Его называли гением отечественного кино. Безграничный талант, который известен далеко за пределами бывшего СССР, Алексей Жарков и его фильмография жизни. Творчество с самого детства присутствовало в жизни Жаркова. В детстве ходил в художественную школу, играл на аккордеоне. Потому для родителей не было удивлением, что после школы Алексей поступил в школу-студию МХАТ. Закончив театральный вуз, стал служить в театре имени Ермоловой. Этому театру актер отдал 33 года. Первые съемки в кино случились еще в 14 лет в детском фильме «Здравствуйте, дети», а спустя год он также снялся в комедии «Пропало лето». Благодаря этому опыту Алексей определился с будущей профессией. Первой ступенькой к известности стали фильмы «Нас венчали не в церкви», «Торпедоносцы», «Мой друг Иван Лапшин». Настоящая всесоюзная слава пришла после выхода картины «10 негритят» по мотивам детектива Агаты Кристи. Многим зрителям актер также запомнился благодаря картинам «Узник замка Ив» и «Криминальный талант». Свою будущую супругу Жарков встретил в 1972 году. Людмила была стюардессой, но познакомились они не в небе, а в театре. Она пришла на спектакль, где играл Алексей довольно небольшую роль. После представления она захотела подарить цветы именно ему. Спустя месяц знакомство пара расписалось, появились на свет сын Максим и дочь Анастасия. Сын стал следователем милиции, а дочь продолжила дело отца. Незадолго до ухода здоровья стало сильно подводить актера. В 2012 году его поразил первый инсульт, из-за которого его парализовало. Но Алексею тогда удалось восстановиться и даже вернуться на сцену. В марте 2016 года у Жаркова случился сердечный приступ. Актера госпитализировали, врачи больше месяца боролись за его жизнь. 5 июня 2016 года Алексея Жаркова не стало. Ему было 68 лет.